Друзья, приветствую всех. С нами сегодня Сергей Жирнов, писатель, общественный деятель, телеведущий, журналист. Будем говорить о событиях, которые происходят прямо сейчас. Ну, Сергей, добрый день. Рад вас очень видеть. Здравствуйте, Наташа. Я тоже очень рад. Привет всем нашим зрителям. Начну с того, что, знаете, происходит в Украине, вы знаете прекрасно, что у нас ежедневные обстрелы. У нас Полтава, Львов, Кривой Рог пострадали буквально в последние дни. Очень сильно много людей убито, много ранено. И встает вопрос уже как бы всерьез, да, не просто как политическая дискуссия. Дадут ли нам достаточно оружия, достаточно ПВО, чтобы можно было защищаться? Потому что уже сегодня понятно, что Путин не собирается останавливаться. Вот прям не собирается. И сам Деленский будет сейчас с американским президентом тогда, когда поедет на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в начале сентября или там в середине сентября. Так что, в принципе, какие-то ответы, я думаю, что американцы дадут надежды на то, что, откровенно говоря, я с американской стороны не вижу. То есть я не вижу разговоров о том, что Украине надо помогать больше. Наоборот, идут разговоры в основном о том, что Украине надо помогать меньше. Там со стороны Трампа и так далее, да. Кавала Харрис, мы ее внятно по Украине не слышали. Ну, то есть, в принципе, она, наверное, поддерживает политику действующего президента, потому что она в его команде. Но, так сказать, специально свою программу как кандидата, она, вот я ее не помню. Может, я пропустил немножко это дело. Но ей надо сначала победить на выборах, прежде чем это станет значимым. Но, с другой стороны, президент Зеленский собирается с ним встречаться и с Трампом, и с Харрис. Собирается представлять и тому другому свою программу. Я думаю, что там будет идти разговор о том, что Америка могла бы помогать. Я не сказал должна, да, потому что Америка никому ничего не должна. Но она могла бы помогать Украине больше. Вот это в ее интересах. Но проблема именно в том, что она не должна помогать. Потому что это как бы не обязанность никакой страны помогать Украине. Это ее свободный выбор. Причем мы понимаем, что во всех странах, которые помогают Украине, их 54 штуки. В них в каждой свои особенности, в каждой своя политика, в каждой своя политическая кухня, в каждой своя специфика. И поэтому, конечно, это очень сложно скоординировать все. Есть Рамштайны, которые, в принципе, как бы немножко навели порядок, какое-то упорядочение в этой системе. Но, с другой стороны, мы понимаем, что все равно от момента заявления какой-то страны о том, что она готова помогать Украине, до реализации этого проекта проходит иногда 8 месяцев, как это было в Соединенных Штатах Америки в прошлом году. Сергей, сегодня вышло одновременно несколько расследований по Путину. Одно из них – это как живут дети Путина и Кабаева, и сколько, так сказать, их детей на самом деле. И это большое расследование, из которого следует, что они живут на Валдае, они живут в лодках, они живут в абсолютной изоляции. И Иван Владимир, два сына 2015 и 2019 года рождения, они себе нанимают, так сказать, из других стран обслугу, и они учителей, естественно, имеют один, но все, короче, в изоляции. И вот это большое расследование говорит о том, что, в принципе, так сказать, Путин себя чувствует прекрасно, он разъезжает по всему миру, мы знаем, что он был в Монголии вот эти дни, и никто его не собирался арестовать и не арестовал. Но, к сожалению, вот вся эта история показывает о том, что Путин пока что на этом рубеже, он выигрывает, потому что и Турция подала заявку в Брикс, и многое другое говорит о том, что вот этот демократический мир, к сожалению, не собирается с ним сражаться серьезно. Или у вас другое ощущение? Знаете, здесь давайте мы не будем переоценивать, во-первых, вот начну с конца, да, Турция – Брикс. Брикс не является никакой значимой организацией, это вообще неформальный клуб общения, то есть, строго говоря, это просто надувание щек Путинам, что вот страны Брикс какие-то с каким-то там ВВП и так далее. Брикс – это не НАТО, это не страна, это не организация, в которой накладываются какие-то взаимные обязательства, то есть это просто клуб по интересам, в котором приятно состоять, но если вы в нем не состоите, то, в общем, это не мешает вам вести двухстороннюю торговлю прямую и от нее получать большие преференции и выгоду. Другое дело, что там вот, значит, Путин, то, что он разъезжает, да, конечно, это очень неприятная штука, потому что таким образом Монголию, конечно, понять можно. Она страна маленькая, страна, в которой всего 3 миллиона людей, которая зажата между Россией и Китаем, у которой нет выхода никуда в свободный мир, она зажата между двумя диктатурами, вот, и ей, конечно, так сказать, проводить независимую политику довольно сложно, вот, но тогда ей не надо было вступать в Международный уголовный суд, да, то есть если вы считаете, что вы не можете проводить политику международного уголовного суда, зачем вы в него вступали тогда, да, и вот если бы Монголия не вступила, к ней претензий тогда бы и не было. Вот Китай не вступает, к нему претензий никто не предъявляет, что он не арестовывает Путина. Соединенные Штаты Америки не вступают в Международный уголовный суд, к ним не предъявляет никто претензий по поводу того, почему они не арестуют Путина. Вот, а Монголия, если вступила, так как это там, залез в кузов, назвался Боровиком, залезай, полезай в кузов, или в кузовок. Вот, значит, это вот по поводу Монголии. Ну, Путину, конечно, приятно, потому что, в общем, он доказывает таким образом, что международные институты на самом деле не работают, но мы без него это так и знали, потому что Организация Объединенных Наций официально приняла осуждающую резолюцию даже неоднократно по поводу агрессии российской в Украине. Но кто ее исполняет? Никто ее не исполняет. За нее проголосовало 141 государство, член Организации Объединенных Наций, то есть подавляющее большинство. Ее никто не исполняет, потому что нет механизмов исполнения, нет механизмов принуждения. Ни у одной практически международной организации нет механизмов принуждения. Это значит, что пока у вас есть добрая воля, вы исполняете. Если нет доброй воли, то они становятся абсолютно неспособными. Это мы видим на примере МАГАТЭ, который не может, например, навязать Российской Федерации, отдать Запорожскую АЭС Украине, ее законному собственнику, и фактически расписал в своем бессилии сделать что-нибудь в этом направлении. Ну а тема детей, так называемых детей Путина, это тема, вы знаете, это довольно интересно. Вот смотрите, значит, Украина ведет войну с Российской Федерацией. Я сегодня смотрел, в ленте почти все каналы раскручивают эту тему. Вот вы знаете, я себе представил, в 43-м годе Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз ведут войну с гитлерской Германией. И вдруг в Нью-Йорк Таймс, Таймс или в Правде начинают разговаривать о любовной связи Адольфа Гитлера с Евой Брауном. Вот как вы думаете, смогли бы это пройти в средствах массовой информации из стран-союзниц, которые ведут войну с гитлеровской Германией. Но у этой темы есть. Интересно, есть ли у него дети, кабаевские его дети, путинские дети. На это строго говоря, мне абсолютно наплевать. Мне главное другое, что вот я вынес из всех этих расследований. К путинским детям, ну так вот, к детям которых выдают за путинским, есть довольно свободный доступ любых людей. То есть там нанимают чуть ли не с улицы всяких гувернеров, гувернантов, обслуживающих персонал и так далее. И я тогда спрашиваю, а что делает Кирилл Абуданов? Почему до сих пор в этом количестве этих работников нет агентуры военной разведки Украины, которая бы подсыпала бы им крысиного рьяда или что-нибудь там, или снимает из них информацию и так далее. Вот она меня интересует только с этой стороны, как бывшего шпиона, потому что вдруг выясняется, что у Путина, оказывается, к этим детям может подойти любой человек. И, кстати, человек, который по-прежнему вроде бы говорит, что он работает в этом окружении, он спокойно общается, рассказывает, ну, значит, наверное, ему там заплатили какие-то деньги. А почему тогда украинская военная разведка не заплатит эти деньги для того, чтобы внедрить своего человека, выкрасть этих детей, выкрасть эту Алину Кабаеву и потом вести переговоры с Путиным? То есть вот меня интересует только в этом смысле практически вся эта история, потому что она, вот если ее послушать, то там вообще просто, ну, заходи, там даже пропускать, они проверяют в резиденцию на Малдее, когда там нет Путина. Вот, да и когда там есть Путин. Ну, а дальше уже просто чисто человеческие, это там детишки. Во-первых, нет никакого доказательства, что их папа Путин, потому что даже перед учителями эти люди говорят, что, им говорят, что их мама не Кабаева, а ее сестра, да, то есть на самом деле это могут быть дети и ее сестры. То есть вообще из этого раздувает какую-то жуткую совершенно хайповую тему. Вот, но меня интересует более практическая, практическая шпионская составляющая этой истории, что если так легко дойти до детей Путина, то представляют ли они для него важность? Потому что мы понимаем, что в окружении самого Путина так легко войти нельзя. Вот, а почему-то для людей, которые, так сказать, являются членами его семьи, можно зайти чуть ли не с улицы из ближайшей деревни. Вот, и это остается вопрос, так сказать, подвешенный, потому что ответа на него расследователи не дали. Я вам больше скажу, ведь Израилю точечно убивают уже там полгода лидеров Хамаса. То есть одна ракета, да, и этого достаточно в Тегеране или еще где-нибудь. Но ведь так же можно поступить и с Путиным. В принципе, да, наверное, не так просто узнать, где он сегодня, в какой резиденции находится, где он располагается. Но это же возможно. Но про других же узнают. Вот, конечно. Вот, но это вопросы Кирилла Будаков. Вот, говорят, сегодня еще одно расследование посвящено тому, что для него очень важны вопросы бессмертия. И он и своим старшим дочерям поручил работать, и профильные институты работают. Хотя профессор Соловей нам говорит о том, что он давно уже умер. Но, ну, как бы, я думаю, что даже и вы не верите в то, что он давно умер. Он, по-моему, уже здоровый, вполне себе, так сказать, продолжает вести войну, продолжает свою захватническую политику во всем мире. И все у него в порядке. Но продолжительность своей жизни он действительно очень серьезно обеспокоен. Да, вот это, кстати, интересный вопрос, потому что это касается лично человека, который ведет эту войну. Ну, и нас это, вот это, этот вопрос нас интересует. Хотя он вроде бы его частный вопрос, но мы понимаем, что как это война одного человека, в принципе. Главного человека, который ее развязал, это Путин, это его личная война. И, соответственно, как-то, в зависимости от того, сколько долго он будет жить, зависит от того, сколько долго будет вестись эта война. Это вопрос абсолютно практический, военный, военно-политический, геополитический. И Путин, конечно, трехнут на этом деле. И то, что, значит, нам рассказали из этого расследования, подтверждает, на самом деле, действительно, я не верил абсолютно ни одной секунды, что заявили Валерию Соловью и генералу СВР, что 26 октября прошлого года Путин якобы умер. Вот, там, это, и, в общем, потом это стало ясно. Но я так понимаю, что Валерию Соловью и генералу СВР, которые об этом заявили, им уже в обратную сторону пойти нельзя. Поэтому они уже сами себя загнали в этот тупик. Знаете, есть мифы, которые прекрасно на себя работают, которые прекрасно зарабатывают. Почему, если всем нравится это слушать, почему бы не продолжать это рассказывать, на самом деле? Ну, ради бога, пускай они рассказывают. Но, с другой стороны, вот, вы знаете, опять же, из этого расследования человека о семье якобы Кабаева и детям, этот человек не подтвердил ничего этого. Он сказал, что Путин с ними встречается, что Путин живой, здоровый. Никаких там проблем, никаких двойников, он никаких про двойников не говорил. Он не говорил ни про какого Путина, который 26 октября исчез и больше с детьми не встречается. Вот, таким образом, это расследование косвенно подтвердило, ну, а для некоторых даже прямо подтвердило, что нет никакого умершего Путина. И все, Путин тот же самый, который и был. Вот, другое дело, что я, например, технических двойников, я абсолютно убежден, что они есть у Путина. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот, ну, вот, смотрим все эти темы. Значит, Путин действительно, вот тот, которого мы знаем, он действительно трехнут. Вот, потому что, ну, старенький престарелый дедушка, который начал колоться ботоксом, ну, как бы это понятно, что у него с головой уже очень специфическая голова, да. Потому что, ну, в моем окружении я, например, не знаю нормальных людей, мужиков, которые колются ботоксом. Вот, а Путин колется ботоксом, это знает все. Да, то есть это факт, который многократно подтверждался сливами изнутри. Вот, это видно по его лицу, что он, в общем, не имеет машин. А если у вас нет таких машин в таком возрасте, то просто вы занимаетесь пластической хирургией. Вот, и то, что он озабочен своим здоровьем, это известная штука. Вот, ну, вот дочки, да, действительно, там одна из них занимается биологией, одна действительно ей поручена, там, вот, какие-то программы. Но у этой темы есть саркастическая составляющая, как у всех тем, связанных с Путиным. А именно то, что главный научный руководитель этой темы умер в прошлом году. В возрасте, по-моему, лет 70 или 75. Ну, говорят, что там главные спонсоры всей этой программы и института Ковальчуки, которые, собственно говоря, помогают и старшей дочери, и младшей заниматься всеми этими вопросами. Я тоже об этом слышал, да, но это уже, как бы, детали, там, технические, кто-то финансирует. То есть, понятно, что это ближайшее окружение Путина. Причем, вы же понимаете, что ближайшее окружение Путина, оно не платит за эти деньги. Это путинские деньги, потому что все эти люди, это путинские кошельки. Это деньги Путина. У них нет ни у кого своих собственных денег. Они, просто Путин рассосал, разбросал эти свои деньги по нескольким кошелькам, одним из которых, кстати, является Кабаевым. Россия заявила, причем, подчеркнуто, демонстративно заявила о том, что она работает над внесением изменений в российскую адерную доктрину. И скоро объявят об этом изменении. То есть, они не говорят, когда будет опубликовано это, но говорят, что это будет очень-очень скоро. Что это может означать на самом деле? Я не очень себе представляю, чего там они еще конкретно добавят, потому что российская доктрина и так уже изменена. Она изменена в последнем году, в 2020 году, и она уже подразумевает использование ядерного оружия в качестве оперативного оружия. Потому что в большинстве ядерных стран ядерное оружие предусматривается как оружие возмездия, и оружие, которое предотвращает начало Третьей мировой войны. Или Четвертый мировой, если считать, за Третью холодную. В Российской Федерации совсем другая штука, потому что Российская Федерация оценила свой военный потенциал, который она критически оценивала как плохой и слабый. Она оценила свой потенциал территориальный, как огромный и очень труднозащищаемый. Она оценила свое население как очень небольшое. А рядом находится страна, где проживает 1,4 млрд населения. И она тогда изменила, кстати, не под НАТО, не под западный лагерь, не под Украину, не под какие-то там европейские страны, а под Китай. То есть она представилась себе из 1,5 млрд китайского населения, вдруг там даже просто 10 миллионов переходят границу, и что тогда россиянам делают? Потому что их армия совершенно понятна, что если она 2,5 года не может победить украинскую армию, то она тем более не может победить Китай. И на этом случае они предусмотрели, что они тогда применяют ядерное оружие. Это единственная возможность защититься в конденсальной войне против противника, который тебя превосходит в 10 раз по экономике, в 10 раз по населению и в 10 раз по вооружению классическому. Вот. И, ну, сейчас они могут добавить, ну, что еще могут добавить? Они могут добавить еще превентивный ядерный удар, там, вот, там, для того, чтобы объяснить каким-то образом, как можно это тактическое ядерное оружие применить в том случае, если Путин просто захочет начать еще какую-то новую войну против НАТО. Сергей, не могу вас не спросить, я уверена, что вас многие уже в этом спрашивали, вот об этом французском кейсе Дурова, потому что он касается непосредственно Франции, взаимоотношений Дурова с Макроном, почему, скажем, ну, наблюдается некоторое расхождение отношений Макрона к Дурову и французского правосудия к Дурову и многое другое. Как вы видите, это вот глазами бывшего шпиона. Ну, потому что Дуров утверждает, что он контактировал с французской разведкой, что он помогал французской разведке, что он является фактически агентом французской разведки, и тут его арестовывают. Ну, он говорил, правда, не про разведку, а про контрразведку. Ну, хорошо, скажем, французские спецслужбы. Да что он с ними сотрудничал и работал? Это было и так, и просто, и без всяких заявлений Дурова, потому что совершенно понятно, что когда ему дали французский паспорт, безусловно, это накладывает на него обязательства, как на гражданина Франции, сотрудничать с французскими спецслужбами со стороны его паспорта. В этом, кстати, нет ничего предусудительного, потому что вот если бы он не был французом, тогда бы он был просто французским шпионом. Каким-нибудь агентом. А если он просто спецслужбой его страны, гражданином которой он является, обращается к нему с какой-то просьбой, то он как гражданин, ну, не то что обязанным это делать, но, в общем, должен как бы рассмотреть довольно благожелательно это обращение. У Дурова, безусловно, были отношения прямые с Макроном, потому что Макрон очень специфический человек. Макрон абсолютно влюблен не только в Путина, потому что Макрон влюблен в Путина, он абсолютно боготворит Путина и хотел искренне стать его большим другом. Но это не получилось, потому что Путин его презирает. И вот у Макрона, когда он понял, что Путин его презирает, значит, он наконец, значит, в июле 2022 года принял решение больше с Путиным не заигрывать, но на самом деле еще несколько раз заигрывал. А вот у него следующая любовь – это ко всем классным технологиям, к великим, значит, людям, которые основывают какие-то стартапы, и потом из них вырастают огромные монополии или огромные предприятия технологические, которые ведут там на 10 шагов впереди планеты всей. И Макрон вот просто искренне это все дело обожает. У него, кстати, он обожает американцев, он американскую образ жизни, он по-английски пытается говорить с американским акцентом. То есть у него явно совершенно есть такое подобострастное отношение к Америке, в отличие от многих других политиков французских, которые ненавидят Америку, ей завидуют и так далее. И Макрон обожает все такие фигуры, типа Илона Маска, там, я не знаю, руководители Эпла, Майкрософта, там, я не знаю, Фейсбука, Твиттера и прочих всех вещей. И Дуров попал вот в эту же когорту этих людей, которым Макрон просто неровно дышит. Макрон очень хотел бы сделать Францию таким заповедником, куда бы эти люди приезжали бы и вкладывали деньги и пытались бы развивать свои технологии на территории Франции. Но проблема Франции заключается в том, что во Франции такие высокие налоги государственные, что выгоды никакой для этих людей нет. И выгода только в том случае, если государство французское специально делает им, допустим, скидки какие-то очень серьезные, налоговые, вот тогда это еще может как-то сработать. И Макрон в этом смысле, когда у него есть возможность напрямую общаться с такими людьми, она, в общем, ему, это им довольно просто сделать, потому что им тоже интересно общаться с политиками, то есть здесь такая спайка большого бизнеса, и там, я не знаю, там шоу-бизнеса, и политики, вот эти люди взаимно друг в друге заинтересованы, там Макрон тоже интересно принимать каких-то голливудских звезд, к которым приковано внимание всей планеты. Вот, и он с Дуровым, естественно, встречался, он приглашал его там несколько раз на обеды, на ужины, он его заманивал очень активно на территорию Франции, и хотел, чтобы Дуров выбрал для своего телеграмма пребывание во Франции, значит, сделал бы странное пребывание, вот, хотя это ему совершенно невыгодно в Европе, единственная страна, где выгодно, это Ирландия. Вот, кроме Ирландии, в Европе больше нет стран, в которых это выгодно. Вот, и Дуров, в принципе, как бы участвовал в этой игре, вот, но не очень активно. Кстати, если бы активно, то вот Макрон ему предложил в 2018 году паспорт, а состоялся паспорт в 2021 году, то есть все три года, это очень долгая процедура, то есть это практически дольше, чем нормальная процедура. Нормальная процедура – это год, вот, если вы соответствуете всем критериям. Но проблема у Дурова заключалась в том, что он не соответствовал ни одному критерию, кроме того, что, значит, он человек, который, в общем-то, потенциально может представлять интерес для Франции, но для этого нужно, чтобы он инвестировал что-то во Францию, да, потому что тогда было бы понятно. И, кстати, когда вот Макрон, значит, сказал такую штуку, то Министерство иностранных дел, где сидят чиновники, и когда Дуров заполнил анкету, то чиновник Министерства иностранных дел, когда он его прочитал, он сказал, что этот человек ни по одному пункту не соответствует, значит, требованиям тем, которые Франция предъявляет обычно к такого рода людям. Вот, но затем было принято политическое решение в Елисейском дворце, то есть, грубо говоря, Макрон отдал приказ, он позвонил министру иностранных дел, сказал, мне не важно, не важно, какие там критерии у вас, это все эти критерии на обычных людей, Дуров не является обычным человеком, поэтому я вам даю приказ выдать ему паспорт. Ему выдали паспорт. Вот так состоялась вся эта штука. Но Макрон считал, что Дуров будет просто так счастлив, что он получил французский паспорт, что он, естественно, будет оказывать огромное количество услуг и Макрону лично, и Франции, и так далее. А Дуров взял и уехал в Арабские Эмираты. Или там ездил в Россию и решал свои вопросы с Россией. А во Францию появлялся там редко, и ничего не делал, и только время от времени отзывался на какие-то запросы французских спецслужб, но нехотя и не очень сильно. И тогда, я так думаю, что возник вопрос такой, чтобы, ну, надо отплатить ему, потому что он неблагодарным оказался гражданин Франции, товарищ Дуров, значит, и надо ему показать, что, в общем, что Франция обиделась как бы на него, и имеет возможность на него надавить, потому что есть возможность юридически ему предъявить некие претензии. Вот я думаю, что все это... То есть, на самом деле, это, как это ни парадоксально, это история личной любви и ревности Макрона к Дурову. Ну, Макрон часто проявляет слабость по отношению к успешным, красивым людям, и очень часто его, так сказать, государственное мышление прерывается его какими-то эмоциональными вещами. Мы это не раз наблюдали. А вот Путин очень любит брать заложников. И мы все знаем, что в Санкт-Петербурге живет Николай Дуров. Как вы считаете? Потому что главный двигатель, мало кто об этом знает, главный двигатель этого проекта все-таки не Павел Дуров, который является по факту маркетологом Телеграма, а человек, который сделал математику этого проекта. Это Николай Дуров, гениальный математик, как говорят, лауреат множества всяких конкурсов, премий международных в том числе. Человек, который абсолютно не похож на своего брата, хотя там небольшая разница между ними в возрасте, но если это прям такой ЗОЖ-перезОЖ, то мы с вами когда-то уже это обсуждали. Как вы думаете, возьмет ли он заложником? Ну скажем, делает ли так, чтобы он не мог выехать? Или еще что-нибудь в этом роде? Николай Дуров проживает на территории Российской Федерации, то есть он по факту является заложником. Для этого его не надо сажать в тюрьму. То есть он находится в тюрьме, которая называется, на которой вывеска Российская Федерация. Российская Федерация – это тюрьма. И люди, которые живут в Российской Федерации, если они думают, что они свободные люди, то они глубоко ошибаются. Они все заложники у Путина и у путинских спецслужб. Другое дело, захотят ли давить на него еще больше, то есть из большой тюрьмы, которая называется Российской Федерацией, пересаживать в чуть меньшую тюрьму, которая называется, например, Сизоли Фортова. То есть это на самом деле, это очень условная штука, потому что Николай Дуров – это, судя по всему, человек, абсолютно не имеющий понятия, что такое гражданство. Это человек, который живет в мире, который называется математика, который называется наука, и ему абсолютно без разницы, где находиться и заниматься этой наукой. То есть лучше, конечно, заниматься там, где есть какие-то условия. Но если вы его поместите просто в избушку на курьих ножках, и там будет доска и мел, то ему этого будет достаточно для того, чтобы быть самодостаточным человеком, для того, чтобы не скучать даже в этой избушке на курьих ножках. Поэтому пересадить в Сизоли Фортова его, его вот практически для него ничего не поменяется. Вот его брата Павла Дурова, если вы пересадите его из его царской клетки золотой, из его Арабских Эмиратов, из его качалок в Сизоли Фортова, вот для него это будет абсолютным разрушением образа жизни, потому что он совсем другой человек. Это человек, который себя любит, свое тело, еду, свои там всякие ванны ледяные и так далее. Вот. А Николай Дуров, я думаю, что он в этом смысле совершенно другой человек. Вот. Я не исключаю вариант того, что российские спецслужбы начнут на него давить, в том числе и тюремно, потому что они уже не раз доказывали, что они занимаются идиотизмом и самоубийством на уровне государственном. Путин занимается самоубийством Российской Федерации, своего режима на уровне государства, и поэтому убить курицу, которая несет золотые яйца, он уже доказывал, что он такие вещи делает. Он убил Газпром, компанию государственную, которая несла золотые яйца. Вот. Он убил, я не знаю, каких-то, свою экономику, он убил свою торговлю мировую, он убил роль России на мировом уровне, как условно нормального государства, для того, чтобы превратить его в абсолютного изгоя, самого себя и свой режим, и свое государство. Поэтому я не исключаю, что они могут дойти в этом идиотизме и в этом самоубийстве до любого, в том числе до посадки брата Дурова в тюрьму. Спасибо большое, Сергей. Огромное спасибо. Ну и вот, чтобы закольцевать разговор, мы начинали с детей Путина. Недавно на каком-то большом мероприятии, по-моему, это был День знаний 1 сентября, он заявил, что все его младшие свободно говорят на китайском, что говорит о том, что этот процесс изоляции России, что они действительно дрейфуют в сторону Китая, что они приняли как факт, что они являются вассалами Китая не только на сегодняшний день, но и на ближайшие годы, что это будет просто сателлит Китая. Ну, на самом деле, то, что говорит Путин, надо всегда делить на 125 тысяч, потому что он врет, как дышит, и поэтому напрямую я не верю тому, что он говорил, поэтому это может быть просто для красного словца. Но то, что он озвучил, что какие-то его там члены его семьи свободно говорят по-китайски, это очень символично, потому что действительно правильно, что они говорят по-китайски, потому что страна вассал должна говорить на языке своего хозяина. Так и есть. Спасибо большое, Сергей. До встречи. И, как всегда, спасибо за ваше терпение, потому что были сегодня небольшие неудобства. у нас же, так сказать, работают наши генераторы разные, поэтому бывают посторонние звуки, но спасибо за терпение. До свидания, до встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok